МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Доходы и расходы на очередной сессии Госсовета внесены поправки в бюджет Чувашии на этот год. Семейная ипотека в Республике заработал новый механизм поддержки многодетных семей. Четвероногие стражи порядка. Будни кинологической службы спустя 200 лет. Подсчитать будущие доходы и расходы и утвердить сбалансированный бюджет. Сегодня на очередной сессии депутаты Государственного совета внесли поправки в бюджет Чувашии на 2018 год. Пополняется республиканская казна за счет налогов, акцизов на алкоголь. Учитываются федеральные финансовые вливания. Итого, по уточненному законопроекту, бюджет Чувашии на этот год увеличивается на 3 миллиарда 255 миллионов рублей. По сравнению с первоначально утвержденными параметрами, доходы увеличиваются на 7,6%. Собственные доходы увеличиваются на 463,9 миллионов. И составят, с учетом уточнения, 27 миллиардов 517 миллионов рублей. Что на 3% выше уровня прошлого года. Расходы тоже растут. Так, на строительство и ремонт дорог уйдет 5 миллиардов 42 миллиона. Требует больших денежных вложений и ЖКХ. Сумму уточнили на 585 миллионов. И она составила почти полтора миллиарда рублей. 125 миллионов направляется на строительство трех блочно-модульных котельных в городе Шумерля. 80 миллионов – строительство двух блочно-модульных котельных на территории города Козловка. 4112 миллиона – реконструкция канализационных очистных сооружений. И строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка в городе Канаж. В полтора раза больше средств, чем в прошлом году, выделят на возведение детских садов в микрорайонах Соленоя и Новый город. А также строительство и реконструкцию школ в Цивильском, Маргаушском, Ядринском и Батаревском районах. С учетом распределения средств по всем областям, в том числе социальной сферы, здравоохранения, туризма, просчитан дефицит бюджета. Он планируется в объеме 1 миллиарда 240 миллионов рублей. А госдолг республики на 2018 год снижается на 185 миллионов. За 38 воздержались двое, против нет. Закон во втором чтении принят. Ваше решение дает возможность быстро трансформировать всем получателям, которые предусмотрены при уточнении бюджета. Так нужно работать во благо людей Чувашии. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнацов встретился с президентом Республиканской Федерации Самбо Евгением Селивановым. Самбо – популярный вид спорта в Республике. Его отделение открыто в 10 спортивных школах, а в двух обычных созданы секции по самообороне. Проект «Самбо в школах» набирает обороты с учетом накопленного опыта организации турниров высокого уровня. Евгений Селиванов предложил в этом году принять всероссийский турнир «Прерванный полет», посвященный памяти президента Федерации Самбо Чувашии депутата Госсовета Александра Трофимова. Это повод для того, чтобы посмотреть еще раз, правильно мы все делаем. Приедут гости, это тоже подтягивает всех тех, кто любительным является данным видом спорта. С одной стороны, а с другой стороны, это опять-таки предмет для того, чтобы показать нашим спортсменам свои успехи. Это тоже важно. Чем больше детей, тем ниже ставка по ипотеке. Речь про новый механизм поддержки семей. Ольга Пырочкина подробнее. Трехнедельный Гриша спит у мамы на руках и не подозревает, что с его появлением на свет семья Воронцовых будет платить по ипотеке в разы меньше. На начало ипотечного кредитования мы платили порядка 17 тысяч в месяц. После помощи нашей дочке материнский капитал был тоже направлен на погашение ипотечного кредита. Уже стали платить гораздо меньше, порядка 12 тысяч. Ну и сейчас при рождении третьего ребенка мы будем оплачивать в сущности копейки 8 тысяч. То, о чем говорит Евгений, называется семейная ипотека с господдержкой. Воспользоваться ей могут семьи, у которых с 1 января этого года и до 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. В течение нескольких лет они смогут выплачивать ипотеку по субсидированной ставке 6%. Такую возможность в Чувашии предоставляет ипотечная корпорация. И сегодня у Воронцовы заключили договор перекредитования. Сейчас документы на перекредитование готовят еще несколько семей. Они тоже в ближайшее время ждут пополнения. Пайковы уже посчитали. Их экономия за 5 лет составит 350 тысяч рублей. Осталось ждать долгожданного момента. И, надеюсь, также подпишем договор и снизим свою ипотеку. Хочу высказать в адрес глав семьи. Они, беря на себя эту ответственность, улучшают свои жилищные условия. Не ждут, когда, допустим, дайте нам безвозмездное жилье, мы переедем. Это практически инициатива с их стороны, плюс наши государственные программы, президентские инициативы Владимира Путина. Родители отмечают, второй и третий ребенок – это непростое, ответственное решение, которое, впрочем, дается легче, когда можно рассчитывать на такую помощь. Конкретно я здоровью позволяла, вообще бы пятерых родила. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. В Козловском районе подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. Улучшается социальная сфера, увеличились темпы роста промышленности, сельского хозяйства. Приоритеты перед властями района расставил глава региона Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Это как раз развитие малого и среднего бизнеса. Молодцы, если на рынке так удерживаете свой бизнес. Многие предприятия Козловки свою продукцию реализуют не только в республике, но и за ее пределами. Малому и среднему бизнесу в районе дают зеленый свет. Предприниматели отмечают, что для инвесторов в муниципалитете создали благоприятную среду. Сейчас в городе на Волге развивается и рыбный промысел. К примеру, в этом племенном хозяйстве разводят Карпов, Толстолобиков и Белого Амура. Если бы мы начали почти с нуля, 4 года назад, сейчас уже на 140 тонн товар, наверное, посадочный. Ну вот в этом году планируем уже на 200 тонн выйти. Где-то на 500 тонн водочерестра выйдем? Да, видим. Потому что спрос сейчас великий на рыбу. Благодаря инвесторам в муниципалитете реанимировали и работу комбината автофургонов. Предприятие наращивает мощности и осваивает новые рынки. Всего же в прошлом году бизнесмены района реализовали 6 инвестиционных проектов. Создано более 50 рабочих мест. Перед нами стоит дополнительная задача найти стимулы для привлечения бизнеса на территорию района. С каждым инвестором необходимо работать персонально и обеспечить полную поддержку и сопровождение каждого инвестиционного проекта, планируемого или реализуемого в районе. Объем инвестиций в экономику и социальную сферу за счет средств всех источников финансирования в 2017 году составил 288 миллионов рублей. Доля собственных доходов в районном бюджете увеличилась, но остаются и резервы. Долги по аренде за земли и муниципальные имущества превышают 400 тысяч. Половина суммы за предприятие «Агрый инвест». Глава региона призвал администрировать работу с нечестными на руку предпринимателями. Местные власти продолжают наводить порядок и в жилищно-коммунальном хозяйстве. За развитие ЖКХ теперь отвечает муниципальное предприятие. Перед ними стоит задача провести модернизацию существующей котельной, провести ремонт сети тепло- и водоснабжения. В ближайшие два года планируют следует привлечь около 100 миллионов рублей. В 2018 году правительством Чувасской республики уже принято решение о выделении 80 миллионов 400 тысяч рублей на строительство двух новых котельных в городе Козловка. В Козловке продолжается ремонт поликлиники и лечебного корпуса. В сфере медицины необходимо решить и проблему с кадрами. Мотивация для специалистов программа «Земский доктор». Молодой специалист одноразово безвозмездно 500 тысяч рублей. Очень хорошая мотивация. Мы планируем, что в этом году к нам придут 5 врачей, и мы можем трудоустроить, и 5 фельдшеров на фельдшерские пункты. Но кроме того, у нас имеются еще 7 целевиков, которые мы по целевому направлению обучаем. Глава региона отметил, что у муниципалитета большой потенциал, и его необходимо использовать. Инициативы жителей в правительстве региона готовы поддержать. Реально, даже вот мы дополнительные средства при уточнении бюджета будем выделять. Если вы готовы, надо поднять просто людей. По управлению общественными финансами мы находимся на достойном уровне. Есть соответствующие институты, которые оценку делают. Мы свои обязательства перед районом выполняли и будем выполнять. Перспективы района обсудили и на рабочей встрече. В этом году в муниципалитете продолжат ремонтировать дороги и дома культуры на селе. Намечено строительство двух новых ФАПов. Еще одна задача для властей – развитие туризма. Чтобы привлечь гостей из других регионов, необходимо улучшать сервис и проложить интересные маршруты. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Приставы Чувашии только за прошлый год вернули в бюджет республики более 3 миллиардов рублей. Эти цифры складываются из невыплаченных вовремя штрафов, налогов и других отчислений. Между тем, финансовая дисциплина растет, отметили в Управлении службы судебных приставов. Среди долгов, которые мы, граждане, имеем перед государством вообще и различными организациями в частности, большую часть занимают платежи предприятиям ЖКХ и топливно-энергетического комплекса. В их пользу в прошлом году взыскано более полутора миллиардов рублей. Примерно на 90 миллионов после вмешательства судебных приставов оплачены штрафы по линии ГИБДД. Все знают, что судебные приставы могут обрадить взыскание на денежные средства, на имущество. Но кроме этого, в последние годы у нас есть такие инструменты, как ограничение определенных прав наших должников. Массово мы применяли это ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Мы ограничили право в отношении 30 тысяч наших должников. И вот эта мера дала результат, что по этим исполненным производствам, где мы ограничили выезд за пределы Российской Федерации, наши должники погасили более 100 миллионов рублей. По-прежнему активно ведется борьба с неплательщиками элементов. Если в начале прошлого года в работе у приставов было 13 тысяч исполнительных документов, то к декабрю их стало меньше вдвое. Второе важное направление – обеспечение деятельности судов. За прошлый год никаких серьезных происшествий не зарегистрировано. При обеспечении установлено порядка 10 судов, у судебных приставов выявлено и пресечено более тысячи административных правонарушений за ней судов. И кроме этого, оказано содействие органов внутренних дел по обнаружению и задержанию преступников, находящихся в Российской Федерации. Всего таких было обнаружено и задержано 82 преступника. Жители Чувашии все реже нарушают закон противоправных деяний в республике стало меньше на 7,5%. А по раскрываемости тяжких преступлений наши полицейские первые в России. Такие данные озвучили в МВД Чувашской республики, подводя итоги работы за 2017 год. Впервые пресс-конференция прошла в новом здании МВД. За круглым столом собрались министр внутренних дел Чувашии Сергей Нияскин, его заместители и журналисты. Хотя общее количество преступлений сократилось, по отдельным видам статистика не радует. Количество грабежей выросло на 15%. Увеличилось число преступлений и в сфере незаконного оборота наркотиков. Но при этом почти в два с лишним раза в регионе возросла и раскрываемость наркопреступлений. Наша задача первая – это не допустить, особенно ввоз в республику наркоты. Пару дел уже по 210-й организовано преступное сообщество. Часть украинцев, часть вот это завозят. Вот наша задача – не допустить все эти моменты. А часть денежных средств именно направляется в Украину. Поддерживает кого-то там вот эти моменты. Так что эта работа будет вестись очень активнее. К сбыту наркотиков преступники привлекают даже детей. Это ужасающий факт, над которым правоохранителям предстоит еще работать. Большая работа с сотрудниками МВД была проделана в прошедшем году в отношении организованных преступных группировок. Завершено расследование по 299 преступлениям, совершенными ОПГ. Для сравнения, в 2016 году только по 109. К уголовной ответственности привлечены 60 участников организованных преступных группировок. Было выявлено больше тысячи экономических преступлений, в том числе 265 коррупционных. Проделан значительный объем разыскной работы. Из 920 разыскиваемых преступников задержано 710. И найдено 57 без вести пропавших лиц из 217 человек. Отличная физическая подготовка и великолепное чутье. Более 200 лет назад, 8 февраля, в полицейской операции впервые задействовали служебную собаку. Чтобы узнать, как сейчас воспитывают четвероногих стражей порядком, мы отправились в гости к кинологам. Это любимая команда Арби. В свои два года она смело может сказать, что тренируется уже полжизни. А готовится Арби к следовой работе. Искать и идти по следам определенного человека – ее главная задача. По следовой работе у нас собаки, они должны отвечать, например, определенным требованиям. Где нужно? Обязательно это железные нервы. То есть она должна быть, у нее психика очень даже крепкая. Также физические качества должны быть неплохими. Ну и как бы поисковые эти качества должны быть обязательно. Поисковые всем касается. Арби готова в любой момент приступить к делу. Она пулей срывается с места и без труда берет нужную мишень. Сейчас для нее это игра и пока так и должно быть. Кстати, впервые собаку в полицейском деле задействовали в Шотландии. С помощью бультерьера повязали преступную шайку, занимавшуюся контрабандой виски. С тех пор собак стали привлекать к различным операциям. Активность и любознательность – вот главные качества будущего помощника полицейского. Кстати, у собак, как и у людей, есть разделение по типу характера. Например, для службы больше подходят сангвиники и флегматики. Собаки должны быть уравновешены спокойными. Каждое дрессировочное занятие, каждой собаке своеобразный подход. Каждая собака представляет из себя как бы свою личность. Если для поисковой работы больше подходят немецкие и бельгийские овчарки, то, например, спаниели лучше всего справляются с поиском взрывных и наркотических веществ. Кстати, каждая собака, а здесь в центре их более 40, тренируется минимум два раза в неделю по четыре часа. А начинают заниматься щенки иногда даже с одного месяца. А это бельгийская овчарка-профи в своем деле. Бонза за 8 лет службы задержала такое количество преступников, что сейчас уже и не подсчитать. Конечно, пенсию четвероногим стражам не выплачивают. Но и без этого хватает желающих приютить пса верой и правды, отслужившего на передовой борьбы с преступностью. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Местный дом культуры, театры малых городов и театры детям. Эти федеральные проекты в Чувашии начали реализовываться в прошлом году. Сейчас их объединили в единую программу «Культура малой родины». Но ее выполнение Республика получила около 5 миллиардов рублей. О том, что уже сделаны и какие цели поставлены, в нашем материале. На что, вороне, большие разговоры? Знай, ворона, своя края! На что, вороне, большие хороны? Знай, ворона, свое беждо! Ворона, ворона! Только было с карабаля, а-а-а-а! Всем известная сказка «Морозка» в новой интерпретации на сцене театра юного зрителя. Премьера спектакля прошла в конце декабря. Поставить его удалось благодаря проекту «Театры детям». Тюз получил из консолидированного бюджета более 3 миллионов рублей. Почти 700 тысяч выделили театру кукол. Тезис «Развлекая воспитывать» – это наш тезис. Мы должны воспитывать наших детей. И та поддержка, которая случилась сейчас, в прошлом году, понятное дело, что мы достойно, я считаю, что достойно, мы освоили все эти деньги. В этом году работа будет продолжена. В театрах планируют поставить новые спектакли и закупить оборудование. Деньги на это уже выделены. Не двигаться! Руки вверх! Не стыдяйся! Руки вверх! Не знаю, кто еще! Нет, никого нет, я одна, не стыдяйся! А это отрывок из другого спектакля «Четыре солдата в поисках мира». Его играют артисты экспериментального театра драмы. Учреждение получило финансовую поддержку в рамках другого проекта – «Театры малых городов». Планы на этот год уже составлены. Мы решили в этом году порадовать наших детей. Взяли Буратино, всем известный. И мы хотим там немножко пофантазировать. Очень много костюмов задумали, чтобы было очень красочно и интересно. Самый масштабный проект – местный дом культуры. Благодаря ему в республике отремонтировали и модернизировали 56 сельских клубов. Цифры на этот год такие же. Цель этих проектов – создать все условия для развития культурной отрасли, а также повысить интерес к театрам. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. «Любовь и книги» почти неделю чебоксарцы дарят библиотекам печатные издания. Акция приобрела солидный масштаб, подарки приносят связками, коробками. Но в библиотеке, говорят, классики много не бывает. А раскраски и журналы передадут детям социально-реабилитационных центров города 14 февраля. В Международный день книгодарения. Маленькая часть семейной библиотеки – прочитанные и перечитанные классики. В руках, как выяснилось, все не унести. Подарки Александр Семенов упаковал в коробку. Истинным книголюбам трудно расстаться с бесценными произведениями. Но перед искренним интересом будущих читателей трудно устоять. Он накопил, начитал. Берем Куприянов, Достоевский, Пушкин, Евгения. Ой, вот дайте мне, я хочу выучить Евгения Анигина. Можно заберу? Конечно. Они вроде бы старые книги, но для кого-то это новая история. Это лучший материал, нежели в электронном варианте. Потому что книга имеет душу. Новенькие и редкие экземпляры – на показ. Стареньким – скорая книжная помощь. Здесь у нас, смотрите, выставлен стенд с самыми такими книгами редкими, которые были подарены нам жителями нашего города. Жалко, конечно, что некоторые книги приходят нам в растрепанном виде. Но мы стараемся поддерживать эти книги в хорошем состоянии, сами ремонтируем. А в библиотеку имени Маяковского книги несут и несут. Про акцию дарения прознали местные шахматисты и не применули поделиться прочитанными сборниками. Это «Унесенный ветом». Да. Классика зарубежная. Дарят книги с любовью по всей России и в других странах мира с 2012 года. Чебоксары к масштабной акции присоединились во второй раз. Причем она идет две недели. А кульминация назначена на 14 февраля – Международный день книгодарения. Эта акция у нас стартовала с 1 февраля. И буквально, представляете, в этот же день к нам позвонил детский сад номер 14 города Чебоксары. С удовольствием решил принять участие в этой акции. На следующий день к нам уже толпа детей вместе с руководителем принесли книги в дар библиотеки. Раскраски и журналы передадут детям социально-реабилитационных центров города. Остальные книги будут хранить в фондах библиотеки. Сегодня они пополнились еще и авторскими сборниками стихов. Я в вашей библиотеке частенько беру книги интересные читая. Хотелось бы тоже поделиться своим творчеством с читателями в вашей библиотеке. Очень приятно. Дорога – это нелегка. Река мгновений быстротечна, плывут куда-то облака, неспешно догоняя вечность. Я пишу на различные темы. Это космос, спорт, философская лирика, любовная лирика. Также пишу о городах, путешествиях. Сборники попали в добрые руки. Это факт. Здесь они не затеряются и найдут своего читателя. Вот так библиотека соединяет сердца, мечтающих познать и жаждущих поделиться. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. В микрорайоне Радужной открыли новый медицинский центр. Трехэтажное здание оборудовано инновационными приборами, в том числе для эффективной очистки и дезинфекции воздуха. Мощность медицинского центра рассчитана до 500 посещений в смену. Работает дневной стационар, детское отделение, лечебно-диагностическое отделение, оснащенное оборудованием премиум-класса. Прием ведут врачи по 30 специальностям. Чистый воздух – залог здоровья. В больнице воздух нужно специально очищать, чтобы предотвратить распространение внутрибольничных инфекций. Бактерицидный рециркулятор ТИОН соответствует самым высоким требованиям и нормативам САНПИНА. Он обеспечивает стерильность воздуха, которая так необходима в медицинских учреждениях. Аппарат может работать, прибор, как в палатах, как в операционных, так и просто в кабинетах. В основе прибора – инновационная технология, подтвержденная многочисленными апробациями в России и за рубежом. ТИОН очищает воздух без ультрафиолетовых ламп. Это позволяет экономить электроэнергию. Расход ТИОНов в пять раз ниже. В отличие от приборов с ультрафиолетовыми лампами, ТИОНы не требуют протирки, ведения журнала работы и утилизации. В лампах содержится ртуть. В медицинском центре «Радужные» установлено 42 стационарных, 4 передвижных аппарата ТИОН, что соответствует числу кабинетов и структурных подразделений нашей клиники, благодаря чему мы обеззараживаем воздух во всей нашей клинике. ТИОН качественно отличается от изживших свое кварцевых ламп и приборов с ультрафиолетом. Прифильтр задерживает пыль и грязь. Электростатический блок заряжает частицы воздуха, благодаря чему они задерживаются на объемном хепофильтре. Вырабатываемый озон инактивирует вирусы и бактерии. Аксорбционно-каталитический фильтр разлагает озон, фильтрует вредные газы и запахи. Производят инновационные очистители российская компания ТИОН. Приборы и ламинарные потолки установлены в тысячах больниц по всей России. Эксплуатация прибора очень выгодна. Мы экономим на электроэнергии, мы экономим время персонала, получая при этом высочайшего класса фильтрацию. Посетители и пациенты медицинского центра «Радужные» могут быть уверены. В новой больнице они получат качественную медицинскую помощь и будут дышать с чистым и абсолютно безопасным воздухом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова